МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продукцию под брендом «Зроблена у Беларуси» ведают во всем свете, и она корыстается попытом в 100 краинах. Навод, подчас пандемии заключенные контракты не спыняли деяния. Як отзначил наместник министра сельской господарки и харчаванья Владимир Гракун, планы, які стоять перед аграриями на 2020 год, выконают. Проведена посевная кампания. Клин хлебного поля додався. У поравнания с минулым годом в два разы повеличили площу посева у гречки. Бульбы посадили 104% до плану. Акцент зробить на заховывании ураджаю. Украине побудовали сховища у большим на 800 тысяч тонн, что дозволить реализовывать бульбу на протягу усяго сезона попыту. Благодарим людей за труд села, за то, что они работают, выполняют свою работу, обеспечивают наше население продовольствием. Сегодня мы имеем достатки и хлебобулочных изделий, то есть муки, зерна, имеем мясомолочную продукцию, плюс ко всему имеем ресурс поставки на экспорт. Это мясомолочная продукция. По выниках працы за 2019 год передовиком у сельской господарцы сярод района у Беларуси стал Мазырский. За значную укладу разведцю Галины працевникам АПК района объявлена подзяка президента и урученный сертификат на трактор «Беларус». Узнагороду зрук помощника президента, инспектора Пагомельской в области Юрия Шулейки, приняла старшиня райвы Конкама Алена Паулечка. Подзяку президента и сертификат на трактор уручили и коллективу работников КСУП «Саугазкомбинат Зара». Работают все цеха, работает производство. И за дня в день увеличиваем надои. В марте месяце открыли новую ферму. Идет комплектация. Создали уже порядка 15 рабочих мест. Вовремя отсеялись. Имеем хорошие виды на урожаи зерновых. Конечно, чуть-чуть холодная погода сдерживает развитие кукурузы. Но я думаю, что в ближайшие дни уже передают тепло. Рассеяние в развитии наверстают то, что было упущено. Продприемство не только стабильно показывает высокие выники, а и забеспечивает район новыми працовными местами, гарантуя высокую заработную плату и добрый социальный пакет. Клопотятся про супрацовников и на Рогачевском молочно-консервовом комбинате. С 1 мая для обслуговывания сыровинной зоны тут открыли новое предприемство «Рогачевский МКК-сервис» и створили 59 працовных мест. По вынниках минулого года открытое акционерное товариство стало переможцем у номинации «Лепшая организация работы по охове працы сирот селегазорганизаций». По словах керавника, эпидемичная ситуация у свете практически не отбилась на работе МКК. Отрымалась навод освоить новые рынки. Наоборот, еще более увеличились поставки, конкретно если по Рогачевскому молочно-консервному комбинату, то где-то процентов на 20-30 мы увеличили поставку на Российскую Федерацию конкретно консервантов. Это молоко сгущенное, которое с долгими сроками хранения. Диверсификация продолжается. Мы на этот период вышли на дубайский рынок, рабские эмираты и пошли уже на постоянный рынок. Не сорвались поставки ни в Соединенные Штаты, ни в Израиль. Ни один коллектив не сможет досягнуть поспеху без доброго керавника. На его плечах ляжет принять решение и великая отказность. Минавито таким керавником з'является Галина Трибунах, директор открытого акционерного товариства «Звязда» Чаширского района. Запленную працу и особистую укладу развитию Галины я ее узнагародзели гоноровой грамотой Совета Министров Республики Беларусь. Для сельского хозяйства очень тяжелые условия, природные и погодные, поэтому очень сложно нам сегодня работать. Но каждый человек, который работает в сельском хозяйстве, должен быть оптимистом и всегда надеяться только на лучшее, на хорошие успехи, на высокие урожаи. Только тогда мы достигнем того, что мы должны достигнуть. Ну, а работаем, конечно же, качество продукции должно быть, мы ее реализуем, мы выходим на уровень и других стран, поэтому мы будем жить, у нас будут деньги, мы будем работать с прибылью, и все будет у нас хорошо. Усяго подчас урочистого мероприемства было уручено 13 узнагарод. Ганна Корольчук, Сергей Негеревич, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазирского района. В Веншаванне, плацконцерты, открытие музея боевой славы на территории погранкомендатуры Лою прошли урочистости, промеркованные до Дня пограничника. У делу их проняли и наши корреспонденты. Гэты год для белоруских пограничников не юбилейный. Пограничная служба была створена у 1918-м, а лена урочистость проводимых мероприемствов, гэты факт, ніякого оплыву, сдаецца не оказывая. У погранкомендатуры Лоя усвяткование начинается с урочистых построения и узнагородживания. Нагрудные знаки Дзержавной пограничной группы, грамоты, падяки, присвоение шарговых войсковых званёв и предоставление нешарговых отпусков. Ягор Бязбогин служить полгода и зараз отримливает свою першу узнагороду. Знак 100 выходов на охову Дзержавной границы. Я хотел попасть именно в пограничники, именно на эту службу. То есть я очень много про неё слышал, очень много интересовался, и именно сюда меня всё это и вело. Когда мне военкомати сказали, что тебе предлагают попасть в пограничники, я без промедления сказал «да». Пограничник – профессия сыправды отказная. Сегодня у органах пограничной службы больше як 13 тысяч человек, которые оховывают около 2 тысяч километров границы на латвийско-литовском, польском и украинском накерунках. Об эффективности работы Гомельской пограничной группы можно мерковать по выниках ЕС службовой деятельности. За 2019 год и 5 месяцев 2020 года на участке Гомельской пограничной группы задержано 870 нарушителей законодательства Республики Беларусь и государственной границы и правового положения иностранных граждан. Причина 88 попыток перемещения товарно-материальных ценных из них 72 в пунктах пропуска на общую сумму порядка 700 тысяч белорусских рублей. Для нашего региона, наверное, основным правонарушением будет являться это рыболовство в пограничной полосе с нарушением установленных правил. Сярод запланованных урожистых мероприемству открытье покоя боевой славы. По сути, это невеликий музей, стенды которого присвечены истории вызволения Лоева, Днепровской флотилии и герою Советского Союза, пограничнику Миколаю Сушанову. Его имя зараз носит Лоевская погранзастава. В минулом годе на территории комендатуры открыли присвеченную герою мемориальную композицию. Тады начальник гомельской пограничной группы пообицаў родным Сушанова створыць покой боевой славы, центральная месца ў якой зуме информация об герои. Гомельские пограничники ў Вогалі прымаць активны ў дел ў жыці пограничных тарыторий. Уреште лозунг «Храни сурадимы», аховывая ў весь народ, не стратиў актуальності і ў наши дні. У нас на территории Лоевского района 24 населенных пункта относятся к пограничной зоне. Наши пограничники участвуют в работе смотровых комиссий в данных сельских населенных пунктах. Также принимают участие в проведении сходов граждан, на которых они проводят информационную работу по разъяснению граждан правил нахождения, проживания, ведения хозяйственной деятельности на территории пограничных и сельских населенных пунктов. Уже несколько лет на территории нашей погранкомендатуры создан и работает военно-патриотический лагерь «Патриот», куда приезжают дети не только Лоевские, а также ребята из Брагинского, Хойницкого и Речицких районов. У пограничной службы профессийная света мает свои особенности. Собрать разом у всех военнослужащих немогчимо в принципе. Безнадейные охоты державная граница не застанется никогда. И этот факт делает света еще больше значным и урочистым. Как бы ни изменялся свет, этой справой занимаются только соправдные патриоты и профессионалы. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Евген Макинка, телерадиокомпания «Гомель» – Злоева. Десятки инвестпроектов пропадают «Гомельская область» онлайн на международной выставе «Весна в Гомеле». Все лета – нияких круглых столов и перемогов с Амнасом. Все деловые контакты выключены в интернете. Меликой плясовкой стал офицейный сайт «Гомельского отделения» Белорусской гонлево-промысловой палаты. И он працует 24 годины за сутки. У гостей есть махчимость литерально с любой кропки свету деталево выучить экономичный и инвестиционный потенциал нашего региона – от громадского харшавания до буйных вытворчастей. У некольких кликов удельники могут снасти контакты потенциальных партнеров. Задача – поширить клиентскую базу и географию экспорта. Что такое электронная площадка? Она должна быть обязательно наполнена информацией. И самое главное, что мы смогли предоставить нашим предприятиям возможность разместить свои визитки, свои коммерческие предложения, презентации, рекламные материалы на нашем сайте. Причем, поскольку выставка наша – это визитная карточка Гомельской области, то предприятиям Гомельской области, членам торгово-промышленной палаты мы предоставили эту возможность бесплатно в этом году. До 10 червяня виртуальная выстава станет пересечением экономичных интересов инвестору и покупников с 12 краин света, сярод яких – Россия, Казахстан, Молдова, Сербия, Германия, Индия. Цекавость до онлайн-формата проявили больше за 200 удельников. Сегодня в школах, гимназиях и лицее Гомельшины прогушали опошние звонки. При этом кожная установа эдукации самостоянно выращала, в каком формате проводить мероприемства. Вядома традиционных урочистых линеек с запрошением батьков-новушенцев и гоноровых гостей в области не было. Такое решение обумовлено эпидемиологичной ситуацией в Украине. Так многие школы и гимназии заменили линейки на классные годины. Все лето в Гомельской области со школами развитаются, прикладно, 7 711-классников. Утымлику амаль – 1400 сельской мясовости. Школы областного центра выпускают больше за 2500 выпускников. Экзамены для школьников продаются с 1 по 9 червеня. И в протяге темы. С нагодой закончения научного года многие выпускники и педагоги подрихтовали один для одного онлайн-межавание. Так, например, наставники Гомельской школы номер 30 записали в ушнем крональное видео. Педагогичные коллективы у перапев песню шукаются без киностушки 31 червеня. С дымки музычного клипа заняли практически целый день. Компанию выкладчика музыки склали математики, физики и навыд наставники працы. На видео они признаются в своих почутках и рассказывают, как мощно они маратся об встрече с вушнями. Наставники закликаются не отчаиваться и обещают, что совсем худко все наладится. За сутки клип набрал тысячи проглядов и сотни лайков в социальных сетках. Аптеки Гомеля организовали доставку леков додому. Заказы принимаются от 30 рублей. Заявки от ЖХР поступают на дистанционный сервис в интернете. Заказать можно любые препараты, которые не потребуют рецепту врача. Так само в заказ могут ввести сродки гигиены, медицинские выработки, дитычное харчевание и косметика. Под забороной, психотропные, наркотышные, эмоционодейные, речевые. Заказчики совершенно разные. Это и пенсионного возраста, и люди, и молодежь. И ввиду того, что это очень удобно, заказывают абсолютно все. До проекта подключились одразу две буйные аптечные сетки. С подшатку курьерская служба будет працовать с понеделка до субботы. Коли сервис выйдет на полную силу, доставка станет доступной и в выходные. А платить покупку пакуль можно только наявными грошами. Нагадаем перолик с 29 фармкомпаний, которые имеют право займаться доставкой леков, был свержен на минулом тыдне постановой Совета Министров. COVID-19. Этот вирус стал выкликом человечества из медицинского, экономического и громадского пункта гляжения. Поглядеть на ситуацию в нашей области, объективно закликаны специальный выпуск ток-шоу «Головная тема» на телеканале «Беларусь Шатыры». Гости и эксперты расскажут, как организована работа у всех медицинских службов и нагадают о правилах, які допомогут захавать здоровье. Стоп COVID-19. Такова главная тема. Думал просто простуда, я только вспомнил о коронавирусе, когда позвонили и сообщили, что у меня положительный тест. Я помню тот день, я был дома уже вечером поздно, что везут к нам Алексея. Мы готовы были его принять уже. Достаточно побыть в закрытом помещении, коим является автобус в определенной степени, 15 и более минут, и есть риск действительно инфицирования COVID-19. Службы отработали очень быстро, отработали контакты первого уровня, были контакты изолированы, все меры были приняты своевременно. Я с гордостью могу сказать, что наши друзья тоже присоединились вот к этой акции. Как мы ведем себя в таких ситуациях? Это может случиться с кем угодно, но только не со мной. Очень часто в адрес белых людей, в частности в свой адрес, я очень много раз слышал «Corona go, Corona chalo», в переводе с инди это «проваливай отсюда». Столкнуться с такой ситуацией, когда был бы резкий скачок заболевания, не пришлось? Не пришлось, и надеюсь, что и не придется, потому что все мы делали на опережение. Ситуация под контролем, и скоро мы победим. Глядите специальный выпуск ток-шоу «Головная тема. Стоп. Ковид-19» сегодня у 18.25 на телеканале «Беларусь-Шатыры». Наближается пошаток лета, а разом с ним Международный день обороны детей. На переддни святых Гомельская областная организация громадского объединения «Белая Русь» пропоную поднимать детей, яким особливо потребны тепленья и клопот. Под обязанностей в наступном репортаже. Акция «Здоровое будущее» выник партнерства «Белой Руси» с медицинским центром «Белсона», городской организацией Беларуской ассоциации допомоги детям-инвалидам и молодым инвалидам, а так само с артистом Андреем Ярониным. У задуму организаторов у выхода у целых шерег мероприемств, а ля эпидемичная ситуация вымусила переглядеть планы. Во-первых, у нас была очень большая задумка. Мы хотели сделать эту акцию масштабной на годы, то и полтора, проехать по нашим крупнейшим городам Гомельской области, а потом, может быть, даже выйти за территорию Гомельской области. Мы хотели проехать с туром, с медицинским обследованием детей, с интерактивными площадками показать, что есть отдых, здоровый отдых, не только в планшетах сидеть или в гаджетах, а что можно проводить с пользой досуг свой. И плюс к этому с нами собирался по этому туру проехать артист Андрей Яронин. Когда помогши детям, які опынулись у тяжким становища, объединение «Белая Русь» объявило об сбору сродков. Любый жадающий може перолишить финансовое охверование на доброчинный рахунок, тепер отдать сродки егены и индивидуальной обороны у Центр инклюзивной культуры. Не глядяши на эпидситуацию, концерт Андрея Яронина отбудется, а лео онлайн-формате. 1 июня для меня дата знаковая, всегда есть приглашение, и я всегда охотно выступаю на мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. Но онлайн-выступление впервые. И не понимаю, как это будет без публики, как по ощущениям сумели найти контакт с камерой, чтобы донести туда тот же посыл, который обычно доносишь со сцены, когда есть зритель. В общем, немножко в легком стрессе, но надеюсь, что все получится, команда работает, механизм запущен. Трансляция пройдет 1 червня у 18 годин на официальном ютуб-канале «Артыста». Каб знайсти его, достатково увести имя и прозвища музыканта у пошуковый родок сайта. Миколай Скентеян, Яуген Макеенко, Филипп Рабиков, телерадиокампания «Гомель». Мастатство – как способ сменить жизнь. Школа веда у Гомельского мастака Игора Ягодкина дает такую мягчимость любому ожидающему. Авторская методика так званого интуитивного живопису позволяет нам учиться малювать литерально за 2-3 дни, а так само бачить цвет иншими вачима. Звученицами мастатской школы погутарила Ганна Каральчук. После выхода на пенсию у Ирины Чернашей появился шмат вольного часа. Разом с сестрой Жаншина вырешила поездить в мастатскую студию. Признается, что с початку было страшно. Методика выкликала недовер. Але проспору занятка у Яна с зачиненными вачима левой и правой рукой могла свободно чертить промые линии обороны и круги. За полгода занятка изменилась и ставление до життя. У каждого в жизни получается иногда сложные ситуации. У меня в том числе ушел папа из жизни, мама очень старенькая, за ней сейчас ухаживаем с сестрой. И когда нахлынет такое чувство, как будто бы сердце на куски разрывается. Берешь планшет, перед глазами Игорь, берешь лист бумаги, берешь карандаш и такое впечатление, как будто бы знание переходит из души и сердца в карандаш и на холст. В основе авторской техники принципы работы подсвядомости и заденечения дробной моторики рук. Процесс будуется по системе специальных практикований, которые легко освоить любому. На занятки приходят люди разного взрослого. От 5 до 75-ти годов. Шматы, кто по профессии далеки от творчости. Финансисты, медики, спортсмены. Бухгалтер Инна Барковская занимается в студии два года. Пришла за новыми отчуваниями и психологичной разгрузкой. Здесь ты ярче видишь мир. Когда ты идешь по улице, все, что раньше казалось обычным, деревья, люди, ты проходил, это был обычный поход на работу, в магазин. На сегодняшний день уже ты идешь по улице и смотришь, что деревья более интересные, люди с необычными выражениями лиц, которые тебе могут что-то напоминать. То есть это положительные эмоции, которые врываются, скажем, в твою жизнь. Инна каже, что у студии не столько техницы вучать, сколько развивать фантазию. У каждого вучня отримливаются свои персонажи и в образы. У каждого просочивается свой стиль. Например, я вот все время хотела нарисовать русалку. Я русалку. А нет, там не русалка, а там какой-нибудь корабль выходит. Ты понимаешь, что то, что ты хочешь, это твое решение. А то, что идет изнутри, из твоей души, это абсолютно другое понимание. На занятии четвертое-пятое я стала понимать на самом деле, что много чего мы не видим. Стоматологу Вользе в детинстве сказали, что и она никогда не научится молять. Про сгод в учебу у студии девчина доказала отворотное. На первом занятку наставник каже в учням. Вы будете молять гениально. На протягу усягу шляху натхняя и подтрымливая. Такая вера и мотивация дают саправды становочие результаты. В учни по-иншему глядят на себя и осяродье. У их растет самооценка. И даже те, кто мое проблемы со здоровьем, зауважают по лепшению самоотчувания. Ганна Коральчук, Андрей Ивану, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новинные информации о проектах телерадиокомпании «Гомель». Вы можете знать на нашем сайте и интернете по адресу www.tvgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.